Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. В сегодняшнем ролике мы узнаем все о мульчировании скошенной травой. Потому что скошенная трава всегда есть в наших участках. Если есть газон, значит у нас обязательно есть отходы. Это скошенная трава, которую мы получаем 3-4 раза в месяц, когда мы скашиваем наш газон. Если нет газона, все равно мы обкашиваем участки, у нас опять появляется скошенная трава. Так вот, существует много разных мнений, разных высказываний о пользе, о вреде скошенной травы, как мульчирующего материала. Ну, давайте разбираться с пользой. Что такое скошенная трава? Скошенная трава – это азотическое вещество, то есть органическое азотическое вещество, весьма богатое азотом. Поэтому, будучи положен на почву, она, конечно, будет питать наши растения. Подгнивая, она послужит прекрасным кормом для дождевых червей. Тем более, почва затеняется, дождевые черви будут жить прекрасно, ну и повышать плодородие нашей почвы. Далее, что немаловажный факт. Положили скошенную траву вокруг приствольной округи ваших плодовых деревьев, значит, вы избавляетесь от прополки. Деревья ваши уже полоть не надо. Сорняки через слой скошенной травы не прорастут. Это один факт. Почва, особенно если она глинистая, она будет оставаться мягкой и рыхлой. Она будет... Не надо будет эту почву рыхлить. Вот это немаловажное значение также имеет. Но растения будут развиваться, конечно, гораздо-гораздо лучше. Почему? И по той простой причине, что скошенная трава, затеняя приствольный круг, она будет сохранять влагу, которой сейчас так не хватает нашим садовым растениям. Наши плодовые растения испытывают недостаток влаги. А вот скошенная трава будет не давать влаге спораться. Ну и следующий такой немаловажный вопрос, который как бы не все замечают, что скошенная трава, когда она лежит на поверхности почвы, значит, она не дает растякаться воде. Поливать ваше плодовое дерево, вся вода останется в этом приствольном круге. То есть, как лежит скошенная трава, точно так же останется и вода. Поэтому ваше плодовое дерево, вода будет использоваться рационально. И вашему плодовому дереву это понравится. Вот это все положительные моменты о мульчировании скошенной травой. Но есть, конечно, отдельные нюансы. Есть отдельные нюансы, значит, что необходимо учесть. Просто так взять траву и кинуть под дерево, это не совсем будет правильно. Что необходимо сделать? Для того, чтобы... Представьте, если мы просто положим эту скошенную траву, скосили, положили под дерево, что произойдет? Трава, слой органики такой мульчи с травы будет примерно 10 сантиметров, он начинает гореть. Он начинает гореть, при горении улетучивается азот, то есть мы обедняем уже то, что мы хотели достичь. Поэтому для мульчирования, своего опыта замечу, надо использовать не сырую скошенную траву, а подвявшую, которая подвявшая, провяленная, если даже она дошла до состояния сена, это уже хороший момент. Далее, для того, чтобы наша трава скорее отдала эффект нам, ее необходимо измельчить. Ну, если это газонокосилка, газонокосилка измельчает нашу траву сама. Там уже этот вопрос отпадает само собой. Ну, если наша трава такая вот длинная, значит, ее необходимо измельчить на части по 15 сантиметров, примерно 15-17 сантиметров. Так она будет быстрее минерализоваться и быстрее принесет пользу нашим кладовым деревьям. Еще один нюанс, который необходимо помнить мульчировать травой, то траву желательно использовать в начале калашения, не позже. Более поздно, если вы будете собирать, семена созреют, и они засорят почву, и трава будет сходить под вашим плодовым деревом, то вы получите дополнительную работу для себя. Если вы так сделаете, значит, эффект будет очень хороший. Ну, есть, конечно, минусы. Есть минусы от применения скошенной травы, почему есть и защитники мульчирования скошенной травой, и есть противники. Ну, главный козырь противников заключается в том, что скошенная трава, значит, привлекает мышей. Если ничего не принять, привлекает мышей. Там может появиться крот под скошенной травой. Почему? Потому что там дождевые черви, а это пишет для крота, начнет рыться крот. Это один. Дальше там могут появиться муравьи. Там появятся муравьи, вот, и сами понимаете, что это тоже не на пользу нашему плодовому дереву. Ну, всего этого можно избежать. Есть самый простой и доступный способ. Слушайте и запоминайте. Значит, все эти объекты вредные, и те же мыши, и те же муравьи, очень боятся запаха обыкновенной полыни. Полыни у нас достаточно. На обочинах дорог вы ее найдете. Бросаем зеленые ветки полыни. После этого на эти ветки набрасываем привяленную скошенную траву, измельченную. Положили скошенную траву, вы защищены. Эта проблема, появление нежелательных объектов на вашем участке, уже решена, по крайней мере, на сезон. А если вам лень собирать полынь, или вы просто не находитесь ее в природе, не представляете, как выглядит это растение, тогда вы можете воспользоваться такой вот бутылочкой от фирмы Профит. А антивредитель – это композиция грибов и бактерий. А использовать его очень просто – 100 миллилитров на 10 литров воды. Размешали в леечку и поливайте в ваш приствольный круг. Результат будет тоже не хуже, чем от полыни. Также, как мульчирующий материал, скошенную траву можно использовать в междурадиях хвостных культурах. Ведь на вашем участке растет та же капуста, свекла, морковь. Все эти культуры можно также междурадия покрывать скошенной травой. Опять же, плюсы будут те же, что и под плодовыми деревьями. Они затеняют почву, не дают развиваться сорнякам. Работа уменьшится. Единственная работа будет – положить мульчирующий материал. Положили, вы забыли о прополках, о рыхлениях. То есть вам уже тяпку в руки брать не надо. Вы облегчаете свой труд и создаете более комфортные условия для ваших овощных растений. Ну и вдобавок, замечу, что вы, если мульчировали в этом году скошенной травой, значит, эту мульчу мы не убираем, осенью мы заделываем почву. Но если вы по каким-то причинам не заделали ее почву, значит, постарайтесь где-то насушить полыни. Насушили полыни и весной сушеную полынь также побросать по приствольным кругам. Запах полыни будет отпугивать всех вредных объектов, которые будут идти к нашему плодовому дереву. И вы будете получать удовольствие от работы, что вы сделали приятную и полезную работу для вашего плодового дерева, но который будет отблагодарить вас обильным урожаем, сочных, вкусных плодов, чего вам и желаю. До свидания.